Обязательно после просмотра видео не забудьте кликнуть на колокольчик в правом нижнем углу. Всем привет! Американский посол в Кыргызстане Дональд Лу сообщил, что за прошедший год в посольство США за визами обратилось около 7 тысяч человек. Более половины визу получили. 21 февраля вступает в силу указ президента Трампа, который ужесточает правила въезда в США для жителей пяти стран, в том числе Кыргызстана. Что именно будет ужесточаться? Каковы причины этих ограничений? Кого данные ограничения не коснутся вообще? Ограничения коснутся тех, кто обращается за иммиграционными визами, то есть такими, которые дают возможность постоянно жить в США. Такие визы нужны для воссоединения семей инвесторам в экономику США, тем, кто переезжает в США как профессионал, а также те, кто выиграл грин-карт в визовую лотерею. Посол США в Кыргызстане озвучил три причины, которыми объясняет введение запрета на выдачу виз. Первое. Из-за отсутствия безопасных биометрических паспортов у граждан Кыргызстана. Вероятно, какие-то основания для этого есть. В Кыргызстане действительно не выдают биометрические документы. Второе. Неуведомление руководства США об утерянных или украденных паспортах. Тут уже больше похоже на простую отмазку. Представьте, что будет, если все страны будут сообщать друг другу об утерянных паспортах. Третье. Американцы считают недостаточным информирование о потенциальных террористах. Что называется, от лукавого. Кыргызстанские спецслужбы открыты для контактов со своими зарубежными коллегами в деле предотвращения терроризма. Еще две причины, не обозначенные официальными лицами, были озвучены американскими правозащитниками. Наличие в США многочисленных нелегальных мигрантов из Средней Азии, в том числе из Кыргызстана. В это поверить вполне можно. Политическая причина, когда американцы отказом в визах пытаются показать другой стране, что она слишком независима. Косвенно эта причина подтверждается тем, что за последний год американцы много раз не выдавали визы даже российским дипломатам-сотрудникам ООН. Как же оцениваются новые инициативы знатного борца с миграцией президента Трампа? В самих США далеко не все рады такой политике. В 2017 году Трамп уже пытался запретить въезд в страну гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Данная мера подвергалась критике со стороны многих политиков и американской общественности. Позднее власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения этого решения. Нынешние ограничения гораздо мягче, и из них предусмотрены исключения. Консул посольства США в Бишкеке госпожа Алисса Бип сообщила, исключения возможны в зависимости от конкретного случая. В первом случае, если ваши родственники или члены семьи проживают в США. Во-вторых, если выдача касается национальных интересов США. В-третьих, если отказ в выдаче может привести к заявителя к чрезмерным трудностям в своей стране. Для кыргызстанцев очень важен последний названный консулом пункт. Он означает, что для тех, кто просит США политическое убежище, дорога в страну не закрыта. Убежище они будут получать так же, как и раньше. Напишите в комментариях, как вы думаете, помогут ли вводимые ограничения достигнуть официально заявленных американцами целей. Уменьшат ли они количество нелегальных эмигрантов из Кыргызстана в США. Почему в США не стали запрещать въезд тем, кто просит политическое убежище?